Всем привет! Я думаю настало время рассказать поподробнее про, пожалуй, самую интересную урановую находку последних лет. Речь в этом ролике пойдет о новом минерале, который в начале этого месяца таки утвердила Международная Минералогическая Ассоциация. Но обо всем по порядку. Если что, мне глубоко плевать на авторские права, политику ютуба, всякие там ограничения. Я уважаю эту музыкальную группу и буду дальше использовать их музыку в моих видосах. Спасибо! Все началось осенью прошлого года. Мы с друзьями, как обычно, отправились в недра заброшенного уранового рудника под горой Бык. Однако, уже спустя 2 часа мы наткнулись на ярко-зеленую прожилку. Тогда мы даже не придали особого значения этой находке. Но, как окажется позже, мы нашли уникальный алюмино-уранилсульфат. А через год наша находка станет открытием в мире минералогии. Вообще, говоря об урановой минералогии, нужно понимать, что диагностика это весьма сложный процесс. Одно дело просто найти материал, другое дело его диагностировать, изучить, понять, что это такое. Спустя пару месяцев я связался с Анатолием Касаткиным, минерологом и коллекционером из Москвы, автором более полусотни новых минвидов. Собственно, Анатолий обнаружил в наших образцах потенциально новый урановый минерал. Так, в декабре этого года на свет появился гуржиит. В настоящее время известно, что гуржиит встречается только на Бакогорском урановом месторождении, в Сарапольском крае. Доступ к минералу имеет ограниченное количество людей, к ним отношусь, собственно, и я. У меня в коллекции находится самый большой и красивый образец гуржиита. Итак, немного сухих данных. Гуржиит – это алюмино-уронилсульфат. Хрупкий минерал, желтовато-зеленого цвета. По химической формуле почти идентичен с тросмониту, однако содержит меньше молекул воды и имеет более выраженную кристаллическую решетку. Все известные образцы довольно радиоактивны. Равновесие сдвинуто. До черних продуктов радио, как и ярко выраженного гамма-излучения, от минерала не наблюдается. Так как я стал счастливым обладателем на некоторое время спектрометрического оборудования, за что большое спасибо Денису Волкову из Ростова, было бы грехом не проверить его на спектрометре. Вот так примерно выглядит типичный спектрометрический анализ минерала Гуржиита. Для сравнения, вот урановое стекло и уранофан-бета. Разница и дочерние продукты распада радио видны невооруженным глазом. В ультрафиолетовом свете люминистрируют ярко-зеленым светом. Тип свечения аттенитовый. Интенсивность очень сильная. Вот так для сравнения выглядит мета-аттенит, который обладает классическим аттенитовым свечением. А вот так люминистрируют Гуржиит. Удельная активность, как мне кажется, выше чем у Ширикингерита, но всё-таки ж ниже по сравнению с уранофаном. Собственно, к сожалению, пока больше нет других данных об этой новинке. Мы с нетерпением продолжаем ждать результаты комиссии. Ну а на этом, я думаю, всё. Надеюсь, вам понравился этот небольшой обзор. Кто-то там снимает обзоры на тачки, смартфоны, ну а кому-то приходится обозревать новые урановые минералы. Чао, до новых встреч. Блин, совсем забыл. Мой образец Гуржиита попал на классную фотосессию к этому хорошему человеку, Маше Мильшиной. Я просто не могу не показать эти фотки вам. Кстати, белый минерал, окружающий Гуржиит, также достойно внимания. Это некий Хадемид, впервые найденный на территории России. Продолжение следует...